Привет криптокомманс Кантри сайт Выпуск такой у нас Самоизоляция Вот с утра гулял На речке Пропустил вход в лонг Но хочу вам сказать такую вещь что В конце этого видео будут Условия нового конкурса Так что не разбегайтесь Обязательно досмотрите Ну погнали Итак 26 дней до халвинга Настроение супер бычьи В чатах все резко переменились Сразу начали ванговать что все там Со свистом пролетим сейчас 8к 200 баксов по эфиру Так коинкапа это видать я давно не обновлял Страницу видите все красное Давайте рефреш Ну конечно вот Видим что хороший такой отскок Коинкапа 200 Отрастаем Что у нас сегодня В первой сотке ААББЦ Коин Алибаба Коин Да вот еще одно подтверждение Что ничего общего не имеющее с компанией Алибаба Монета с таким названием просто стреляет Но будьте осторожны Как стреляет так и просаживается потом Изи кэш вот неплохо себя чувствует Из таких нормальных Синтетикс Да там Эос Ну короче все монеты пошли Эфир Вот и в принципе если мы посмотрим Не в долларе а в битке То мы видим что Ну вот эфир на 3.5% К битку подорожал Рипл просел Почти на полтора Но в целом В целом мы видим признаки альтсезона Но такие пока еще не уверенные И в целом конечно на фоне мировых этих кризисов Давайте посмотрим Вот это мне больше всего понравилась история Корреляция Не я не слышал Да все топились за то что сейчас вот Сиплый, Насдак Биток последует за ними В итоге мы что видим Сиплый, Насдак развернулись, падают А биток хорошо себя чувствует на этом фоне Ну и золото конечно Кстати да кто еще не в теме Если я в каждое видео уже говорю Кто хочет поторговать золото Не выходя из крипта Биржа Фемикс Дает прекрасную возможность это сделать Золотые контракты торговать Прямо в депозите BTC То есть вы можете хеджануться И часть позиции поставить на золото Допустим в лонг Или пошортить его И получить с этого профит в BTC Вот А также биржа дает как и Байбит Так и Фемикс Вот и дают велкам бонусы Вы даже без депозита Вы можете получить там 12 долларов Или сколько-то даже больше по-моему И фишка в чем Что такое 10 удвоений Вы знаете наверное да Смотрите какая тема 10 удвоений То есть всего-то 10 раз удвоится В ключе вы знаете что это не сложно Что нам дает 10 удвоений Смотрите Первое удвоение это 2Х Да Ну 1Х мы не считаем Первое удвоение 2Х Второе удвоение это сумма это уже 4Х Третье 8Х Соответственно Четвертое 16Х Потом 32Х 64Х Ну считать все умеют Я надеюсь кто полез в эти дела 128Х 256Х 512Х И внимание Десятое удвоение 1024Х Чтобы вы понимали Это 102 тысячи 400% Теперь берем Теперь берем эти 10 долларов Или 12 Да даже 10 долларов Пускай будет С зачетом комиссии Хотя там 12 дают На халяву биржи Если вы 10 долларов Умножите на 1024Х То вы получите Вы получите 10 тысяч 240 долларов Дорогие мои Вот и все Вот вам игра Развлекуха Вы ничего не теряете Берите эти 10 долларов Там даже 12 И пробуйте вот так сделать Но это игра в стиле Как кто хочет стать миллионером Самое сложное будет Не вылететь где-то на Третьем Четвертом Пятом Шестом Там седьмом удвоении Понимаете Потому что Когда вы уже будете 1000 долларов умножать Или там 5000 долларов Для кого какая сумма большая Стремно будет И вы начнете там Выпрыгивать В минус И так далее Потому что понимаете Не бывают все сделки в плюс И вот По-любому будут Против вас рынок будет идти Поэтому обязательно Со стоп-лоссами С жестким риск-менеджментом То есть грубо говоря Если у вас цель на сделке Сделать x2 То стоп-лосс у вас должен быть Ну максимум 10% Я так считаю Вообще лучше даже меньше Вот При таком риск-менеджменте У вас может например Даже 3 стоп-лосса сорвать 30% вы потеряете Но потом вы делаете 100% Соответственно 100 минус 30 У вас все равно будет Оставаться 70 Ну и естественно Вам нужно будет Не 10 таких удвоения Там 15-20 Но тем не менее Вещь реальная Как бы Но очень сложная Поэтому вот Будете периодически Откатываться От этого значения Обратно к этому Но тем не менее Штука рабочая Так что Вот как вариант Можете рассмотреть А теперь поехали Значит Это я сказал Что у нас происходит Коинкапу посмотрели Вот Мне еще вот это Больше нравится Штука Коинтриста 60 Здесь видно все По цветам Да что Вот за день У нас за сутки Биток набрал почти 3% Эфир 6,5% Ну и вот альты все Кстати говоря Ну и Эос Вот 7 набрал А так в целом Все альты Чуть более Менее Да Биток Обратите внимание Насколько идеально Он отбился От желтого мувинга Вот здесь вот Я в чатах писал Несколько раз Что буду смотреть Как удержит 4-х часовой Вот этот желтый мувинг 4-х часовая МА200 Видите Он прям тенью туда сходил Шарты здесь Кто надо Прикрыли Вот мы сейчас Аккурат между двух мувингов Зажаты Сейчас если этот Пробьем зеленый И над ним закрепимся То это будет Мега бычий сигнал На самом деле Ну вот Будем наблюдать Сейчас как развиваются События РСА и вон вверх Уже ебашит Все хорошо Давайте посмотрим График эфир К битку Он нам сигнализирует В принципе Обо всем Альтсезоне Вот У нас на 4-х часах Здесь образовался Бычий кросс Только что Это хорошо Вот Ну и давайте Более глобально Взглянем Дневки Или даже Недельки Ооо Нифига себе Какая сопля тут была У нас Смотрите Вот Вот мы его Сейчас Вот так Говорю Где он Продолжаю ждать Неплохо 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 Чувствует Ну Будьте Будьте бдительны Почти 50% Линк Все упали Очень сильно Да То есть Черный лебедь Случился Вот И на Индексах Золото Только Очень хорошо Себя чувствует Нефть вообще В жопе Ну Сами все Видели Наверное Если торгуете Да Кстати Смотрите Биткоин По Трейдинг Показывает Показывает покупку Сигнал на покупку Сейчас Ну Неудивительно После такой Свечи наверх И кстати Да Это мы На 5 минутках Нам кажется Что уже Пипец Как Помпанули Да А на дневках Мы даже Еще этого Не видим Посмотрите На дневках Еще толком Даже вообще Помп не начался Вот Смущает Только одно Что вот Опять же Что мы Уже почти На 50% От этого Лова Упали Ой Поднялись И в любой момент Если сейчас Лонговать Даже во втором Плече А вы то все Я знаю Что в пятом В десятом Кто гораздо Там в двадцать пятом То смыть Может легко Даже если Вот сюда Сопельку нарисуют Куда нибудь На ниже шести Всех смоют Поэтому только Со стопами Аккуратно С риск менеджментом Не на всю котлету Потому что стопы Тоже могут проскальзывать Вот И Но возможно Что так и не сделают Потому что Все ждут Я сейчас читаю чат И все там Поголовно Вообще шортят Поэтому возможно Улетим в космос И сразу Да То есть такой Ковш большой Медведица Сейчас может Нарисуем В стиле Вот таком вот В таком вот стиле Сейчас нарисуем И тут уже По 9500 Все подумают Так Что делать Ну Вполне возможно Что так будет Как бы Потом Вот так вот И потом только В коррекшн Небольшой И потом дальше Тузумун Ну может через флэт Но в целом Тузумун Вот примерно Такую вот историю Думаю Теперь смотрим И смотрим Сколько Как я олик Виднуло На битмексе Я думаю Что выстрел Дофига Шортил Крутим Сразу вниз И ищем Хорошие Такие Воооо Ну вот Смотрим По 7100 Ликвиднуло 2.8 миллиона Долларов Почти 3 Вот По 750 Уже 3.5 миллиона Почти ликвиднуло 3.200 Да Вот 2300 Ликвиднуло По 7 Короче Народ шортил Думал Что даже 7 не пробьем А пробили И сейчас Со свистом Дальше полетим Ну кстати Ликвидации Еще не так много Я хочу заметить Видите За вот этот Вот памп Как раз Короткий Который был Часа 2 назад Все Вот мы Большие ликвидации Мы с вами Все только что Видели То есть Больше миллиона долларов Всего 3 ликвидации Мы сейчас заметили Соответственно Я уверен Что там У шортил У умных шортил Стопики стоят Вот У умных шортил Вот здесь Стопики стоят Где-то Мы их сейчас Все соберем А у тупых шортил Ликвидация Стоит там же И даже у умных шортил Без стопиков Ликвидации Вот тут стоят Поэтому мы Вполне Сейчас летим На 8000 И пробиваем И летим дальше Вот Давайте По метрикам Пройдемся Вот у нас CoinFarm По битфильнику Вообще Стронгбай Сейчас на 5 минутках Теханализ Но 5 минутки Это для лохов Конечно Давайте Посмотрим Дневной анализ Что он нам говорит Дневной Весь нейтральный анализ Либо он еще Не подгрузился А 4-х часовой А 4-х часовой Тоже нейтральный Да Но он не успевает Отреагировать Еще просто Часовой Во Часовой Strong sell По битфильнику Говорит Смотрите Ну короче Колбасит все индикаторы А умные боты Биржевые Делают все Чтобы наебать вас С помощью индикаторов Скрытый майнинг Стопудово там А на бинансе 52% лонгуют 48% шортят Ну в целом Вот был всплеск Небольшой лонгов Час назад Ой какой час назад 5 минут назад Вот он в реальном В реальном времени Двигается Эта история А на байбит Давайте глянем Уже раз мы зашли И на финики Тоже глянем На байбите Ну такая же примерно Картина Короче паритет В целом Лонгов шортов С небольшим перевесом В сторону лонгов Сейчас О На битфиники Смотрите как шорты Выстрелили На битфиники 64% лонгов 35 шортов И шорты Только что Вот сквизанули Смотрим дальше Fear and Greed Index Индекс страха и жадности Ну я хочу вам сказать Он вообще рекордно Он все еще В стадии Страха Но в ангую Готов поставить Один эфир Что он сейчас пойдет Вот сюда И просто он запаздывает Если кто хочет поспорить Реально спорим На один эфир Что он сейчас сюда не упадет Он пойдет сюда Как минимум А вообще сюда И сюда Соответственно Все это время Можно лонговать Тут будет чуть-чуть Флетик наверное И потом сюда И вот здесь нужно шортить Обычно это очень круто работает Смотрите Этот индекс Просто очень долго Ползал над ней На рекордных значениях страха И сейчас ему сам Бог Велел развернуться И сходить Ну как минимум Куда-то сюда В серединку Соответственно Лонг Буду искать точку входа В лонг Пятиминутки Да Нужны чтобы найти Чистую точку входа Понимаете Идеальную Вот допустим Если сейчас Сюда упадем И удержим Мовинги Естественно Не провалимся То это будет Классная точка входа В лонг Сейчас смело Могут дуть Большую часть Этого пампа Здесь все начнут Шортить Выпрыгивать И вот тут-то Надо и заходить Как раз Дальше идем Криптоалерц Ну вот это Кстати Прикольный сайт Тоже мне Кто-то из чата Посоветовал Что он тут Показывает Ну он показывает Все монетки Видите сразу Очень удобно Кто просил Рассмотреть альты Давайте рассмотрим Биток к доллару Пошел наверх Риппл к битку Пока что-то не особо Эфир к битку Пошел наверх Биткэш Вот меня немного Смущает И БСВ После халвинга То что они так сильно Просели У них хешрейт Сейчас дико падает Но это нормально Сейчас слабых Майнеров Вытрясут И все будет Отлично Все у них Будет отлично В общем Миллион монет Тут ребят Как бы Рассматривать Каждый отдельно Альткоин Я не вижу смысла Ну вот Это что такое Я даже не знаю Силия Вот оно Неплохо выглядит Но скорее всего Сдует Вот Как бы Ну вот Это Тоже Видите Лбей Даже монет Таких Не знаю Короче Тут как бы Что Ну альткоины Это уже Казино Ребят Идете на Бинанс Смотрите Что там Сильно Стрельного Берете Покупаете Вот Пожалуйста На Бинанс По Ченджу Смотрите Вот 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 Так Вот Сейчас К биткуль Сегодня Вот так Вот К доллару Вот Всяк Вот Ну как Что мне тут Вам советовать Вы сами Все видите И будьте Осторожны На хаях Не впрыгивайте На лоях Не выпрыгивайте Все просто Если не усложнять Как знаете Гребенщиков Борис Какое-то Интервью Его Помню Первые вопросы Задают А он сразу Прям Не дослушивая Перебивает Говорит Мир Очень просто Устроен Если его Не усложнять Вот То же самое С рынком Ребята И с трейдингом Все очень просто Всего два варианта Либо лонг Либо шорт Как бы Есть еще Третий вариант Сайдвейс Флет Да Ну то есть Но он все равно В итоге выйдет Либо в лонг Либо в шорт И вопрос в том Что в плече Висеть во флете Не прикольно Потому что Вы просто платите Комиссию Все это время В плече Прикольно Входить в большие Движения Их забирать Да Вот Поэтому Так вот Че Ну здесь все то же самое Кстати На блокчейн Висперс Мы видим Что лонгов На финике 64% Шортов 35% Но это кстати Для финика Мало еще лонгов У нас в последнее время На финике Был 90% Лонгов Где-то О и на мексе Здесь кстати По другому Смотрите Показывает На мексе Здесь тоже Дофига лонгов И на бинансе Вот здесь по другому Метрика Это работает Видите На бинансе Здесь стакан Они суммируют Это позиция Короче Сравнивайте Разные ресурсы Никто вам до конца Правда не скажет Анализируйте Делайте свои выводы Вот на финике 92% Лонгов По эфиру Сейчас Что в принципе Хоть и бычий Конечно Настрой Но знак Для меня Более медвежий Потому что Тупые деньги Должны быть Выстрижены Как бы Но я надеюсь Что это не тупые деньги Там сидят Время покажет Посмотрим Вот Тут кстати У них есть Калькулятор Прикольный Можно считать Позицию Выбирать Вот плечо Цель И смотреть Сколько вы заработаете Ну Это в принципе И в байбите Встроенное И в дюдексе Так что Смысла не вижу Здесь смотреть Так Вот этот еще Альткоин кэп Велеву Индикатор Против Биткоин кэп Что мы тут видим Вот График битка Курса Альты к битку И РСАЙ Их И мы видим Что Что пока Альтсезон Не начался Но Мы видим Что РСАЙ Выходит Из перепроданности И по всей логике Он сейчас пойдет Наверх Потихоньку Ну не сейчас А в 2020 А в 2020 Мы видите Интервалы То есть Мы сейчас обсуждаем Ближайшие перспективы Год Что РСАЙ Идет наверх Альткоин кэп Идет наверх И отдельно взятые Хорошие монеты Пойдут наверх И сделают Иксы к битку Именно Собственно Вот этого И ожидаю Глаз Ноут Студио Вот метрики Тоже неплохие Здесь Сами изучите Посмотрите Здесь много Много Всяких Всяких Вот активные Адреса Допустим Мы видим Что Активные Адреса Биткоина Растут Они конечно Их пик был В 2018 Да В начале На пике Был рано Сейчас они Немного спали Но в целом Они растут И Следующий пик Был Вот В прошлом году Летом Когда мы наверх Поперли Сейчас вот опять Все идет К следующему пику Да И число Поисковых Запросов В гугле Биткоин Халвинг Тоже Туземунит Вот Посмотрите Народ гуглит Биткоин В целом Что происходит Вот Ну и вернувшись К нашим баранам Альты к битку Вот вы меня просили К всем В целом Вот смотрите Этого достаточно Вам будет Эфир к битку Это локомотив Всех альтов к битку Вот И мы видим На недельных свечах Что Что эфир к битку В принципе Нормально Так уже сдулся Смотрите Вот был первый пузырь Ой Я помню 2016 Как я на нем Шикарно прокатился Вот был первый пузырь 2016 года Вот сейчас пузырь у нас А точнее Вот 2018 года 2017 2018 года Пузырь сдулся И вот мы в принципе Где-то у самого дна То есть в целом Перспективы Очень хорошие Сейчас у эфира То есть да По анализу Я по-моему ответил Да Что это смотрит наверх Ну явно Чуваки Ну вниз потенциал Как бы всегда Максимум 100% Если полный скам А наверх Сейчас ну блин Тысячи процентов Потенциал Поэтому Риск реворд Уже такой хороший Что грубо говоря Даже стопы не нужны Вы просто Понимаете сумму Которую вы готовы рисковать Условно говоря У кого-то это 100 долларов У кого-то 1000 долларов У кого-то там 100 тысяч долларов Вы эту сумму сюда кладете И понимаете Что в самом хреновом раскладе Она у вас просто полностью сгорит Ну или почти вся сгорит Но это уже вряд ли А в очень хорошем раскладе Вы получите десятки иксов Вот и все А еще лучше Доллар Кост-эверджинг Как я говорил Вкидывать по чуть-чуть Каждый месяц Пускай даже цена Будет идти наверх Вы вам пофигу Все равно вкидываете И в целом Будете в хорошем плюсе Теперь давайте Вот что Расскажу вам вкратце Свою историю Как я вообще попал В крипту Когда И на графике Наглядно покажу И это и будет Условие конкурса На самом деле Чуваки Если вы хотите Получить немножко крипты То поставьте лайк Этому видео Подпишитесь на Наши каналы Вот у нас Я создал топлинк CC Crypto Commons По ссылке в описании Здесь все наши проверенные ссылочки Вот все биржи здесь И здесь Собственно говоря Для того чтобы участвовать В конкурсе Вот Подписывайтесь на наш Ютуб канал На телеграм канал Ставите лайк видео И в комментарии Я вас прошу Рассказать историю Как вы попали в крипту В каком году И если получится Насторочите какую-нибудь Прикольную историю Связанную с этим Какие были у вас Приключения Вот на этом графике Что вы видели Что вы помните То есть Вот это логарифмический график Да За 8 лет Если мы посмотрим Экспоненциальный Вот То тут даже не видно Вот что происходило Вот здесь То есть нам для этого Надо отъехать с вами Вот так И будет видно Что предыдущие пузыри Вот были такие же большие Ну и вкратце Хочу вам рассказать Напоследок Свою историю Как я попал в крипту Здесь я к сожалению Еще вообще не знал Что такое биткоин Вот 13-14 год Первый вот этот пузырь Когда биткоин набирал Там с 10 долларов Там Ну даже меньше На самом деле Вообще Когда 1000 биткоинов Стоило 1 доллар Еще был такой момент И не было толком Никаких беш Не то что там бинансов Вот Этот момент я упустил Когда можно было Майнить его На обычных компьютерах Этот пузырь я пропустил И мне на самом деле Очень Не знаю как сказать Повезло наверное Или даже не повезло Вот с разных сторон Оцените сами Я зашел в крипту Аккурат вот здесь В начале 2015 года То есть с одной стороны Мне повезло Да считайте Биток стоил 200 баксов Эфира еще не было Лайток там стоил Не помню Бакс что ли там Все стоило копье просто Вот Эфир потом только появлялся Но естественно Я зашел по чуть-чуть Аккуратно С одной стороны повезло Но с другой Я вам хочу сказать Не повезло Потому что Смотрите Я пропустил весь Вот этот медвежий рынок Я конечно Посматривал на график И понимал Что о нифига Биток уже был там Но я зашел В год вот этого флета Тогда была биржа Только полонекс Ну не только конечно Были там Битстамп Еще какие-то Ну из основных Самая как бы Как вот сейчас Бинанс Была полонекс Там все сидели В тролльбоксе Объемы были очень большие Там же эфир на ICO вышел Вот И собственно Биток делал Что он ходил Вот так вот 200 баксов Даже не 300 Видите там Он ходил Там условно 240-280 240-280 200 Потом раз там 3 Ну короче Флетел В диапазоне Там 10-20 Но альты К битку Более-менее Некоторые стреляли Потом появился эфир Начал набирать Дико К битку И к доллару Соответственно То есть эфир был Там по доллару Даже меньше Потом смотрим Два Потом я каждый день Просыпался Смотрю эфир Там 4 доллара Потом посмотрю На следующий день 6-7 долларов И я начал понимать Что так Что-то я мало Как-то вкинул Там 100 баксов Там всего допустим Или 200 У меня было В крипте Но вы должны понимать Даже это был Почти биток Пол битка Например у меня было Там это 100 баксов То есть Понимаете да И к этому все Легко относились То есть Профит лоссы Там могли быть Ну просто скакало Все там Не то что миллионами Десятками миллионов Сатоши Это было типа копье Вот Ну я так потихоньку Стал вкуривать Вкидывать в эфирчик Потом смотрю Эфир уже Да Эфир набрал Что-то до 15 По-моему Баксов До 20 И я уже Решил его нормально Так лонгануть Я как раз тогда Только начал осваивать Марджин трейдинг У меня Мой знакомый Который в банковской сфере Работал И там Финами Или где он В солиде По-моему Трейдил Он мне объяснил Что такое торговля С плечом И я увидел В полонексе Вкладку Марджин трейдинг Я такой думаю О нифига Там плечо всего 2.5x было Я думаю О круто Марджин бай Нажал Купил эфир В 2.5 раза больше И тут он начал падать С 20 баксов Там или с 15 И упал до 4 Что ли Короче у меня там Марджин колыбль Я докидывал Чтобы меня не ликвиднуло В общем я всю ту просадку Выдержал Доги эфир Потом помпанул И Даже остался в плюсе В общем Вот так вот я Это все как-то делал Потом вдруг Биток начал расти К халвингу К предыдущему Да То есть Халвинг у нас был Получается Где-то вот здесь Примерно Сейчас точно не помню Не буду Вот И он короче набрал Раз И все такие Я помню Ребята Все Криптофьючер Давайте Инвестировать Будущее За крипто И все такие Да не Не Он дальше не пойдет Биток Вот здесь говорили Ну вот смотрите Он отрос Все Все Вниз пойдет Ну ладно Потом раз Смотрите Он опять набрал Тут уже все Все уже такие Ну ладно Тут я уже больше Инвестировал Тут уже у меня был Вообще золотой год 2016 Альты стреляли Там Даш 100x Дал Эфир Там дал 100x И битку Только все это давал Там по 100x Другие были монеты Которых многих Сейчас кстати Нет уже в топе Так что Осторожнее С этими Альткоинами Это все Наебалово Ну и вот тут Вот уже Мы конечно Да тут уже Как бы И гейны Пошли Хорошие Вот И вот тут Вот ребята Когда вот это Все Вот так Пошло Хозяйство Многие из вас Я знаю Они только здесь Уже пришли В крипту На шумихе Вот тут уже Я стал понимать Что да Что-то сильно Как-то отрос биток И собственно Где-то вот тут Мне кажется Да уже было лето У нас был Openair Короче я здесь Где-то полностью Уже выходил Из крипты Ну как полностью Там на 80 На 90% Мы доставали Выходили в фиат После этого Естественно Биток дал Еще несколько Иксов То есть Мы где-то По 5 По 6 тысяч Выходили Там по По 10 Уже Мне кажется Мы практически Полностью вышли Биток сходил на 20% И вот тут Вот я Яро Постил Сейчас покажу Свой пост Найду В фейсбуке Писал там ВК Что все Биток Очень перекуплен Надо шортить Вот И дальше Начался Медвежий рынок Как мы с вами знаем Вот он Пошел Пошел Но здесь Но здесь Естественно Уже Все Не понимали Вот здесь Я думал Что все Медвежий рынок Заканчивается И при этом Еще я в альты Залезал По ушу Потому что У меня была Неправильная Стратегия Короче Этот год У меня был Убыточный Потому что Я был уверен Что раз биток Так перекуплен Падает То надо в альты Вкладываться Альты В итоге Как мы с вами знаем Еще сильнее Просели Здесь я терпел Большие убытки Вот Но тут Когда мы Вот тут уже Тонвейс Говорил шортить Тонвейс Здесь заблочили Битмикс Аккаунт Якобы Потому что Он гражданин Америки Хотя на самом деле Он просто Собрал тоже Кучу Людей Скал шортите В итоге Шорт его Закрыли Принудительно Не дали ему Заработать на нем Но в итоге Все очень сильно Упало И вот тут Уже Кто смотрел Мой канал Знает Тут я уже Топил за лонги И собственно Оказался прав Вот мы отбились От 200 Недельного Мувинга И дальше Пошли хорошенько Наверх Но тут уже Понятно Биток дал Несколько иксов Вот тут В принципе тоже На самом деле Вот на этой свечке Я не шортанул Но был уверен Что надо И как мы видим Вот он Пошел вниз Дальше вот здесь Вот в принципе Опять же Я ошибался Потому что Уверен был Что все Лонгуем Но уже со стопами С риск менеджментом Поэтому Таких сильных Убытков Даже вот здесь Вот не понес Хотя здесь Конечно было неприятно Очень много стопов Было сорвано И так далее И теперь Что мы с вами видим Вот мы пробили Как бы Двухсотдневную скользящую Очень жестко На фоне Попадения всех рынков И казалось Что все Криптает Искам Но если посмотреть Не на тени Вот эти А на тело свечей То мы видим То мы видим Что в целом Короткая история Но тем не менее Если его нарисовать То мы здесь тоже Пробивали вниз Был такой резкий Слив на Примерно такое же Количество процентов Но дальше мы Отбились Удержали И пошли наверх Вот И сейчас Очень похожая штука Соответственно Смотрим Развитие событий В этом году Если мы удерживаем Желтый мувинг То мы улетаем В космос Вот такое вот В целом Видение Больше грузить вас Не буду Наверное В целом Если уж совсем Медвежье настроение То можно Двухсотый мувинг Как Бенджамин Коэн Делал Поменять на трехсотый И увидеть Что вот От трехсотого То мы отбились Вообще аккурат Видите И смотреть Как мы удерживаем Живо Трехсотый Сейчас в районе Четыре тысячи долларов То есть в худшем В раскладе Я вижу Что мы можем Туда упасть И то Вряд ли Это ожидаю Сейчас Вот Но опять же Не финансовый совет Дисклеймер У вас своя голова На плечах И плечи у вас Тоже свои Так что Рассчитывайте риски И аккуратненько Но в целом Вот Я на самом деле Все сказал Свою историю Рассказал Как я попал в крипто С нетерпением Жду ваших историй В комментариях Что еще Вы хотите глянуть Ну ладно Раз уж все таки Давайте Ладно Ладно Давайте Сделаем То что просил человек Сейчас я просто Не помню Ксем Или нем Или Я эти монеты Путаю Ксем и нем Это одна и та же монета Да Вот Ксем USD Давайте глянем Быстро И на этом закруглимся Ну Можно сказать Что Ну вот смотрите Если посмотреть на него В логарифме То Все хорошо В логарифме Мы Даже видите Все еще Все еще Уверенный рост У нас Если вот так Вот трендовую Даже провести Если Не в логарифме То Напоминает Напоминает В принципе Большинство Альткоинов Которые лежат Сейчас на дне Ну смотрите Что можно сказать При бычьем раскладе Альткоинов И Как бы Росте битка В принципе Это монета на дне И может дать Очень много Иксов Битку сейчас Но при медвежьем Раскладе В принципе Рыночном Да Если все это Напоминает Пузырь даткомов То я бы Не рекомендовал Вкидываться В такие монеты Я если честно Мало что про нее знаю Какой у него фундаментал То есть В принципе Как минимум Какой-то отскок Вот куда-то сюда Ожидать можно Стоит И можно поймать На этом Несколько иксов Да Ну так же Как и на рипле Каком-нибудь Сейчас и на стелларе То есть Тут как бы Ничего Не могу посоветовать В целом Да Выглядит Если это пойдет в рост То это будет Очень хороший рост А падать тут Уже почти некуда Но могу Разве что Посоветовать Без плеча В эксченже Взять Держать И ждать Тузамуна Не знаю Сам я к всем Не торгую Не Но в целом Да Вот как-то так Просто смотрите Расклад то какой Что если все таки Крипта Это пузырь Даткомов 2.0 То все вот эти Монеты Как бы Большинство из них Соскамятся И будут совершенно Ненужные Останутся Как вот было С пузырем Даткомов Остались Google Apple Amazon Также я думаю В крипте Останутся Биток Эфир Не знаю Binance Coin Мне кажется Должен остаться Хотя опять же Binance Coin Все это Весь медвежий рынок Битка Очень сильно рос Поэтому Binance Coin Сейчас есть Куда попадать Как и у Тезоса И у Чейнлинка Ребята Вот эти монетки На мой взгляд Сильно перекуплены В сравнении С тем же Даже Битком Эфиром Сейчас Вот А скажем Всякие Dash Stellar Там даже Ripple Которые я не люблю И Litecoin Они наоборот Сильно недокуплены Поэтому я лично Присматриваюсь Сейчас к Недокупленным Альтам Потом Эфир Классик Я очень люблю Поскольку Эфир Классик Если вы Почитаете его Историю Это настоящий Эфир То есть Это не как Биткэш А по сути Это наоборот То есть Это и есть Эфир А эфир Который Сейчас Это как Биткэш То есть По сути Вот этот Эфир Это форк Того эфира Да То есть Я не знаю Я застал Это еще Вернувшись К моей истории До вот этого Дикого Булрана Эфира Был еще Вот этот Булран Эфира И вот где-то Здесь был Хардфорк Когда цепь разделилась На две цепи И Виталик Решил откатить Хакнутые средства Из DAO Да Кстати В DAO ICO Я тоже принял участие Даже вытащил Оттуда 1.35x Из 1.5 Доступных И получил Бесплатно Монетки Этиси Когда они Раздвоились Было очень приятно Вот И я труходлер На самом деле Этиси Я верю Что как минимум Он очень хорошо Должен подрасти Поскольку Это трушный эфир Возможно Их даже Замерджат Соединят Там Как-то Два блокчейна Как Виталик Говорил Вот Поэтому Что тут скажешь Что еще Вот какое-то Такое видение Да Вот на 5 минутках Видите Началась коррекция Будем смотреть Дальше И в целом В целом Будем набирать Ланги Такая стратегия Все Всем Удачи Профитов Регайтесь По партнерским ссылкам Торгуйте Аккуратно Пробуйте Удвоить Бесплатно Эти бонусы 10 раз удвоите Я еще раз говорю Получите 1024 Икса Все Ребятушки На связи До новых встреч Пока Редактор субтитров